Ребятки, доброе утро! Всем утро! Я уже в лодке, отхожу от деревни, а Володя уже уехал. Тоже с Володей, кстати, с соседом. Вчера позвонил на Львову прицеп и говорит, что Львову забросишь, он говорит, что без проблем. Со всеми вещами, короче, ребята, попёр до другого села и будет ожидать меня на берегу. А я эти перекаты коварные иду в одного, пустой, бак и вообще налегке. Такая изморозь какая-то, моросит. Стандартная осенняя погода, ребят. Ух, не знаю, как пойду, как пройду. Буду потихоньку карабкаться. Львов час-полтора игру. Не знаю, сколько тебе придётся ждать меня. Так в среднем, говорю, без проблем подождём. Ладно, ребята, с Богом. Первый день, старт. Вчера полночи ещё не спал, что-то лазил, ковырялся. Не знаю, что-то по-любому забыл. С таким арсеналом, ребят, вещей просто в голове не укладывается, что нужно. Что может быть понадобится. Ладно, погнали. Сразу секс этот начинается. Там глубины вообще нету. Вот проход у меня здесь. Здесь по колено. Ну и понятно, всё в дровах. В общем, здесь и не разогнаться, потому что удариться можно. По идее, такие места надо ходом идти. Но с другой стороны, жалко винт могу убить. И вот поползу вот так как-то. Ну, видно дно. Прям абсолютно мелко. И вот всякие вот такие коряжки. Баланы. Короче, ничего интересного, ребята. Буду ползти. Вот бревно лежит прям здоровенное. Вот коряги. Вот они прям видны. Здесь вообще он мель. Чуть-чуть сюда уйду. Вон, видите, ребята. Ну, в общем, как-то так. Он задел. Ничего интересного. Что-то типа вот так. Как-то. А дальше-то куда? Всё. Приехали. Да ну нахрен, блин. Нащай. Ну что, меня довезли на машине. Вот так вот наверху вещи наши. Здесь сюда вниз начинали стаскивать. А Ванюрюха уже сюда пройдет на моторе. Там где-то мелкое место. Надо лодку протаскивать. Поэтому решили такой вариант сделать. Меня завезли с вещами. Забросили сейчас потихоньку спуская к реке. И где-то час-полтора примерно на Дрюху ждать. Он протащится. Там порядка трёх что ли километров протаскиваться. Ну, не буду брать, не знаю. Ну, так как-то так будем. Все у нас, конечно, зима хмущая. Всё, вот это на наши вещи. Так что, вот это так. Получается, там попробовал. У тебя. Третий заход, ребята, делаю. В один карман залазил. Протащить даже лодку не могу. Сейчас спустился, в другой карман лезу. Я понимаю, что мелко, но, блин, в этом году прям чересчур. Нужен водомёт, блин. Встаёт чуть-чуть ближе к толсту, потому что оседает, потом задевать начинает. Это хорошо на 9,9, ребята, два положения. Можно регулировать. Я имею в виду водомётные два положения. Глаз и глаз надо смотреть, чтобы на баллоны наехали. Само, ребят, обидное и неприятное. Ну, попадём мы, не попадём. Понятно, что не на крупного, но на налима. Потому что, может быть, ещё и рано. У меня не было разведок. Потому что я уехал. Но сейчас опять дожидает секс. Вот куда заходить, в какой карман, хрен поймёшь, блин. Ничего, ребята, вот это... Именно вот этот кайф начинается даже вот с этих неприятностей, по идее. Не должно быть всё так просто. Зал приехал, закинул, поймал. Да, это вот там, где я был, там такой есть. А здесь уже, здесь уже на опыте. Здесь уже вот твои, именно, твоё мастерство немножко, там где-то что-то, как-то. Вот здесь уже это работает. И в таких местах она нарабатывается более качественно, нежели там, где наклюёт. Там без разницы хоть что и кинь. Так что, давайте, братцы. Ещё осталось у нас немножко порыбачить. До зимы, я так имею в виду. Так что давайте поактивнее. Ну, а на Лемятникам всем привет. Куда заходить, блин? Хрен знает. Ну, тут всё уже, там уже, там точно не пройду, хотя там может быть и нормально. Солнышка не хватает. Вот солнышко хорошо видно, когда вот так идёшь. Ну, вот эти перекаты, они начинают... Ну, так, светиться немножко, песочек. Всё, мель пошла. Ну что, все вещи перетаскал сверху. Фу, нелёгкая зарабайская работа, да? Вот так у нас вещей. Получилось. Ну, теперь остаётся ждать наш баркас, его несменного капитана Андрея. Всё самое интересное впереди. Поздравьте, ребята, я это сделал. Грёбаные три километра, два часа пахал. Ну, в общем, дорогами составило два с половиной, плюс-минус. Ну, вот эти три километра, ребята, два часа просто бороздил. Всё, я выхожу более-менее на глубину. Володька там, наверное, скучает, ждёт. Жесть. В общем, они всегда эти перекаты напрягали, но не с такой водой. Всё равно тыкался, проходил с полной загрузкой вдвоём. А тут, получается, где раньше был край, ну, мель, там сейчас просто суша, берег. В общем, что-то понарезало туда-сюда. Ну, не знаю, ну, так что-то прополз. В двух местах в три захода заходил. Протаскался два раза. Так, в большей степени на водомётном режиме, как бы, плюс ещё ухожу, ещё немножко поднимает, потому что пустой. Классно, классно. Вот тут насчёт этого удобно. Всё, полдесятого. Полдесятого, ребята. Дохожу до Володи, ну, и нам ещё на подъём. Не знаю вообще, что творится, как, что происходит. Откуда рыба с такой водой, конечно. Ладно, брат, всё. Мы это сделали. Наконец-то идёт наш баркасик. За рулём бессменный капитан уже говорил. Андрей. Давайте будем встречать. Начинаем загрузку и так далее. Я верю, я верю. Так, брат, ну чё, всё, добрался. А вон тут вещь стаскал уже. Баннер в зале, нормально. Сейчас загрузимся немножко этой еду. В принципе. Ну, таскался оттуда для делого. Не спустил прицеп, зараза. Чё-то побоялся. Ну, вроде сухо, нормально. Понятно, дожди, когда глина. Фу, хорошо, блин. Ну, вот, вроде мелочи, а, блин, два часа вот просто убили. Сейчас загрузимся и погнали. Будем смотреть местечко. Ну, я думаю, на лайтовом месте, где обычно в Березнячке там встанем. Красота. Соня, у нас монотонный день. Вечером, понятно, где рыбалка на донке. Пару сетюшек бросим на живца и на поесть, может, там, такую небольшую сеточку. Там будет как раз рядом озеро. Как-то так. Сейчас загрузимся, вот, скат наш на пять дней, грубо говоря. Ящик, капчик, капчик, братан, подламку. Поднимешь, не поднимешь? Ну, знаешь, я сюда что-то пасхал. Нет, я вообще, что-то... Вот такие мелочи подламку. Все, загрузились. Местным взяли миножник. Вот так, полный нос, короче, ребята. Хрен знает, что получится. Ага, и выскочим, да. Ага, и выскочим, да. Ага, и выскочим, да. Пошла, пошла, родная! Ну, вроде, в принципе, все нравится. Все отлично. По старой схеме, ребят, палатка там в Березнике большая. Вот наш пляж. Будем тут обитать, рыбачить на Лима. А Лодька на Лима хочет порыбачить, поварить. Ну, и сам я первый раз, ребята, в этом сезоне. Так что даже не знаю вообще. В поселке тоже информации какой-то такой таковой нет. Ловят, не ловят. А почему веточки надо вытаскивать? Видишь, они цвети начинают. Да, и все, класс, ребят. Загрузка, конечно, труба. Выскочили, но тяжело. Это не ПВХ. На ПВХ там подтону грузоподъемность данной лодки 400. ПНД Роджер. Класс. Ну, вот, в общем, вот этот берег наш. Сейчас вот с лагерем определимся, костер тут будем делать или все-таки там. Короче, разгрузка, ребят, сейчас. Пока это все. Ну, целый день просто будем заниматься такими делами. Ну, в принципе, огонь. Пучка наверх. Компот. Компот. Компот, да. О, компотка. Компот. Оставляем. День заезда. Ох, прям он всегда такой. Так же, как и сборы. Да. Потом все это грузи, загружай. Потихоньку обживемся. Ложки, губилки, вот тут все, короче. Понял, если что, берешь. Шмырк, шмырк. Эти кусты на овов надо потом трубим. Что-то вам не нравится. Обходите, обходите. Срежем или ножом. Вот так, короче. Вязик запасной сразу. Давай что-нибудь нарежем. Быстренько поставили столик. Такой. Чурки были, кто-то стол тоже делал. Понятно, мусор. Ну, у нас где-то костревище здесь будет. И все сожгем потом со временем. За пять дней тут, поверьте, ребят, и бутылки сгорают. Так пока еще, ну, обживаться надо, понятно. Блин, со стола вообще кайфую, конечно. Огромные все. Все огромные. И вот, ну, не надо, как бы там... Не уйти сыги. Да, да. Положил там, поел, убрал. Ну, сразу плитка стоит у нас, термос. Вон, Володя что-то подрезает. Сейчас быстренько 100 грамм за приезд. И дела, дела, дела. Соня, конечно, рыбалка. Банки будем раскидывать. А завтра уже тяжелую артиллерию снасти. Продольники взял. Ну, и сетюшку надо бросить еще. Как-то так. Не знаю, обещали солнце. Что-то пока я не наблюдаю его. Как будто бы должно быть солнце. Ладно, огонь. Кайфую, ребят, от этих мест, конечно, своих. Именно по налиму вот эта панорама такая. Утром было тряпчики пищат. Красота, в общем. Воды нету на реке. Вообще ужас. Что происходит. Прям не знаю. Огурчик, помидорчик. Соль. Соль у нас. Соль у нас в этом. Герма. В желтом. Кухня. Там пакет, там видишь. Всякими баночками. Там есть зеленая крышка. Соль. Ну, в принципе, на стол сразу. Да, да, да. На стол и сразу положить надо было. Да. Все у нас только есть. А потом кофе. Шмокиваем вот быстро. 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 Что-то там согрели быстро. Что-то тут на плите. Неудобно газа взяли. 5 баллонов. В принципе, должно хватить. Ну, что, давай. Кудра. Конечно. Кудра. Может. В тундре. Кудра. Я что-то хочу водить. Какой-нибудь. Комикова. Комикова. Пробуй. Вчера в магазине. Я говорю. Вчера в магазине. Я говорю. Бывает, знаешь, сладенького охота. На природе бывают. Знаешь, там. Бам-бам-бам. Чего-то такого кисленького выпить или сладенького. Знаешь, там. Да. Я бываю даже пару банок энергетиков. Кидай. Налей. Вчера говорю. Можно что-нибудь лимонадик. Комикова говорит. Не надо делать. Пойдет. Не надо. Спасибо. Что происходит. Сейчас. Сейчас πлясь. Ну, давай еще одна. Давай еще раз. Продолжение neuroscience. Я наконец-то выбрался в день. Я долго мечтал, хотел бы там, но... Да, у тебя дальняя дорога получилась. Сегодня, как считай, седьмой день, грубо говоря. Как неделя ты из дома выскочил. Да. Офигенно. Да, неделю добирался до этого места. Даже стул уже, наверное. Ну что, мы с Лавонькой немножко перекусили. Вот так со стороны будет у нас потихоньку. Пойдем в сетюшку кинем. Нам нужен живец будет. Пятая, десятая. Ну что, я ничего не планирую по рыбе делать. Пойдем с озера заплывем. Воды, правда, нету. Вот так прям тут все нравится. Ну, солнца нету, да, брат? Нету. Где его обещают, блин? Вчера обещали чуть-чуть. Сегодня обещали после девяти утра. Вообще еще ни одного этого. Ну, дождя, главное, нету. Ну и ладно. Ветра нет. Дождя нет. Не жарко. Хорошо. Хорошо. Вот ты будешь на веслах. Я буду ставить. Вот смотри. Вот будешь так сидеть, получается. Вот. Смотри, можно вот так, можно вот так развернуть. Если я говорю стоп, остановил. То бишь дальше, вперед, все, стоишь. Я говорю, все, пошел. Пошел потихоньку. Все, давай садись, падай. Я пока сейчас все приготовлю. А ты давай тренируйся. Ну, тридцаточку, ребят, нажимса. Ставим. Володя у меня учится. Сейчас научится всему у меня. Сейчас вернемся на соревнования погреблю. Да, да, да. Финочка. Не успел перебрать, по идее, перед рыбалкой. Немножко вон тут есть косичков. По идее. Давай ходу вов. Чуть-чуть. Сороковочка, ребята. Понятно, что ячая крупная. Ну, так, если на поесть попадется что-то. И нормально будет. По запрошлому году финки себе купил, блин. Две рабочие, регистрированные, все нормально. Пидарасы там одни. Украли, блин. Просто украли. Так, гружу. Вот вес ушибок. Украли. Одно дело уже хорошо. Плюс. Сейчас немножко будем врубаться вовно. Костровище готовить. Палатку. Прокатились сейчас туда, вверх. Чуть-чуть поднялись. Посмотрели по дровам. Ну, здесь березняк. Ну, сырую уже не будем валить, понятное дело. С той стороны жесткий обрыв, очень жесткий. И вот то, что по краям вот есть. Там посмотрим, попилим. И вот там у нас есть сушинка одна. Нам на сегодня хватит, а завтра уже. Когда все готово. Это сейчас все уберем. Ну, короче, решили вот там в кустах, ребята, запалиться. И нормально будет. Все эти ветки, фантики, кефиры. Кто-то употребляет. Вот. Ну и локация получается по Налиму, ребята. Самый пик здесь. Даю вставки. Здесь 3-4 донки очень будет рядом стоять. Течение нету, понял? Не стаскивать. Да, и пошли, 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 пошли. Сегодня на червя, а завтра будет Минога. Ну, я надеюсь, что будет живец. Будет продольник. Ну, что-то будет. Вот так Володька отдыхает. Уже неделю, как безвес из дома, пропал. Вот, добрались за гербалку. Это прям, конечно, сумасшедшая система. Ну, это круто, я понимаю. Кто этого ждет. Ну, где-то ему стремится, тот берет и делает. Да, просто берет и делает. Все правильно. За туалетную бумагу, братан, переживали. Смотри, какие лопушки есть. Да? Все, огонь. Застегнуть его? Да. Застегнуть его? Застегнуть его? Застегнуть его? Да. Нормально. Сейчас приземлимся, крутанемся, как нужно будет. Сейчас я вздираю и края удергиваюсь. Ну, короче, подталкиваю. Понял. Что, я погнал? Зонтик. Зонтик? Зонтик, да. Зонтик. Зонтик, да. Зонтик. 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 Ну что, растягиваем, ребята, обязательно. Обязательно. У меня был горький опыт, братан. Ветра вообще не было. Палатку поставил, перекусил. Это зимой было. Поехал, железы поставил двадцатку чуть повыше. Приезжаю, смотрю, а ветер поднялся. Нет, 300 метров по льду палатку вот так кубарем. Ну, поломала. Я сделал, починил. Ну, а сам понимаешь, здесь такой объем. Да, 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 да. Очень надо. Тем более, когда с печкой, это ну прям твоя безопасность, как минимум. Прежде всего. Прежде всего. Потому что, блин. Ну, растягиваем. Печка, это такое дело. Не дай бог уснул. Конечно. И беги ветер поднялся. И начал ее. Все отлично. Сейчас растянемся. Так, ребят, ну что. Продолжаем потихоньку обустраиваться. Ну, растянули палатку. Даже уже стало тепло. Пришлось даже окно открыть. Печерку ставим, потому что ночью 3 градуса будет всего лишь. В принципе, во всю нашу экспедицию. Я взял пашихонку, 25 литров. У меня есть и тридцатка. Ну, потому что палатка очень большая. Но 25 литров вообще вполне достаточно. Это подарок, кстати, от кореша. От Илюхи. Илюхи, братан, привет тебе огромный. Понятно, что трава, ребят. Но, поверьте, здесь есть экраны. И, соответственно, как бы сама плита, конечно, красная, жаркая. Но все по краям, снизу, сзади идут экраны. И, соответственно, ну, ты можешь даже рукой трогать. Ничего не нагреется, нормально все. Соответственно, никакого там у нас подкладка снизу нету. Есть тут полы, как бы, ну, трава. Здесь, ребят, костяника, листья. И такой запах стоит прям шикарный. Будем до синика дышать. Рязали там костровище обустраивать. Там надо обрубить все. Куча веток, все заросло. Надо сделать нормальное место. Парага. 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 Продолжение следует... Так, друзья, ну что, небольшой обзорчик, покажу, как мы на реке, вон Володя идет. Покоритель леса. Да, поставили, ребят, палатку. Все, установил я уже печку. Ну, я тогда спать. В общем, все, поставил романс, это наша основная будет, наше питание. Будем заряжать все по рубанке, все дела. Все, здесь уже три USB-шки, получается, подключил. И вот у нас будет такой светильник. Раз, два. Такой же мы поставим себе на стол, там. Тут у нас еще два 220 есть. Есть, кстати, беспроводная зарядка. Вот он все показывает, сколько сейчас он берет. Вот, допустим, выключил, вот видите. Раз. Все, он показывает, сколько он берет. Сейчас, в данный момент, потому что провода включены уже, получается. Вот, как-то так. Все, пока выключаем. Сейчас он нам не нужен. Ну, короче, этот, на всю экспедицию нам хватит. Плюс еще пару банки есть у нас. Пашихоночку поставили. Лонька снимает. Ага, калошки, да? Конечно. Калошки, танцевать таких можно прям. Да, мы же в клуб еще собираемся, поэтому... Да, да, да. Будет самый нарядный парень на деревне. Ну, а так в целом, ребята, красота. Небольшой листопад уже начинается. Сейчас покажу, что там Володя сделал. Короче, там... Только начал делать? Только начал, да? Часть уже сделана, конечно. Все, я понял. Часть уже сделаны. Ну, в общем, у нас там стол, ребята, вот так. На мусор не обращайте внимания. Там костровище, да. Но это не наш еще, мы с половиной. Мы ведь все будем сжигать. Вот, и Володя сказал, вот тут кусты такие были. Надо вырубить. Подъем, братан, тоже слышишь? Вот эти ветки надо убрать. Сейчас все это сделаем. Чтоб не мешалось. Да, да, да. Там у нас лодочка стоит. Под костровищем надо хорошо место вырубать. Чтобы ВВП пожароопасно. Поэтому будем делать спасибо. Ну, а так, ребята, вот такая красота в лесу. Просто пушка. Смотрите, как лист уже зажгутел. Вообще прелесть. Я люблю это время. Ну, а Володь там убирает весь мусор, который мы тут собрали. Куча там вот кефира всякие валяются. Все, сейчас все оборвет, все уберет. У нас такое вот тут место будет. Вот это все оборвем. Да, Володь? Это тоже оборвем, да? Все оборвем, обрежем. По красоте сделаем. Четко будет, да. Это все трава сгорит. Конечно, вот такую капнула. У меня пожароопасность. Я же прям до леса вычищу все здесь. Чтобы было прям спокойно, как костровища. Они переживали за траву. Да. Она уже сухая, поэтому... Отлично. Отлично. Как-то так, ребята. Как-то так. Ну и вот у нас получается палаточка вот стоит здесь. Тачек все, зарядил я ее. Все. Сейчас дровами займемся. Так, у нас пока Володя флагерам занимается. Я тут донышки переберу. Приготовлю сразу. Запаска, понятное дело. У нашей самой донышки. На которых будем не рыбачить. На которых, братцы, будем не рыбачить. Здесь все вроде нормально. Сейчас переберу сразу поводочки. Все посмотрим, что к чему. У стандартной донки, ребята, основная 0,7. Поводки 40. Сороковые. Два поводочка и грузила 180 грамм примерно. Все нормально, все нормально, здесь все хорошо. Что-то повяжу сейчас еще. Поводки запасные сделаю, чтобы ночью потом не ходить. Вместо, в принципе, этого я знаю, что тут как бы зацепов минимум, но они есть. Как ни крути. Вот как-то так. Поводит немножко тоже загружаю по поводочкам. Ну, в принципе, классно. Ну, в принципе, как я делаю, все то же самое. Молодец. Шикарный, шикарный, шикарный поводок. Самое главное в этом деле, это слюня. Ну, да. Слюня наобрата. Небой слюни не будет узла. Потому что сухая леска не затягивается. Два. Три. Четыре. Пять. Тем временем, ребят, смотрите, что происходит. Охренеть. Так распогодилось. Все затянуто было. Вот наше солнышко. Блин, обещали сегодня в 9 утра. Время 3 часа. И у нас такая погода. Класс. Вообще. Что, сволочко, быстро перебрали доночки. Смастерили. Все заготовили. Все новые свежие поводочки. Новые крючочки. Здесь своей кормилице перебрал. Еще, говорю, не был готов просто. Потому что, ну, с поездки на поездку, так скажем. Соответственно, не как. Вот, у нас 3 часа еще остается. За эти 3 часа надо сделать дрова. На вечер и на палатку, ну, и на костер. И... Приготовить обед. Мы уже, получается, лужу. Питаемся раз в день. Нормально. Ничего страшного. Приготовим супчик, да? Мы приготовим супчик. Почему мы много не едим, я вам расскажу. Мы много не едим, потому что мы ждем налима. Мы хотим... Да. Не просто его попробовать, мы хотим его поесть. Наес и быть. Да, но сегодня, чтобы вы понимали, что ты понимал, до 2 часов ночи мы спать не будем. Легко? Понятно, что палатку уже затопим 12 часов, что там все сохло уже, все нормально было. Подождем до 2. Да. Сыточки побросали. Ну, сегодня вот что трогать смысла я не вижу, как бы, потому что рыбу сегодня не будем кушать. У нас куча вообще провизии, в принципе. Но, Владю, завтра буду угощать. И у нас в поездке, не знаю, не помню, когда говорил, не говорил, то, что Владике день рождения будет. 16 часов, как раз уже под конец экспедиции, ну, как минимум. Будем здесь его праздновать, да, Влад? Да. Как-то так? Мы скромненько. По-свойски, да? Да, по-русски. Блин, ну, ребят, смотрите, вот, я вот, что, говорю, Володя, если будет солнце, это вот эти пейзажи, говорю, будут тебя просто манить. Они прям разноцветные, посмотри. Да. Сколько цветов много. Конечно, конечно. Смотри, что там вот солнце стоит, все, там зеленое. Все начнется березняк, желто-желто-желто, и вот этот кустик прямо на ранчу. Здесь я что кайфовал? А потом, знаешь, братан, бывает, достанем-достанем, но большой ветерок пойдет, и листы, листья. Я за пояску, когда лодка стоит, это полная листвы. Представляешь, как ковром просто тут стелет, все вот так. И вот этого песка просто не видно, потому что он весь в листве. Офигеть. Но он потом попадает в воду, и на этом моменте может с рыбалкой тоже подзалетать. С рыбалкой заканчивать, да? Да, на неделе. Я знаю, что это, что когда листва это, и все рыбалка. А я ли может просто замолчать. Да? Да, все, она вообще... Потому что листы очень много. Ты понимаешь, что 418 километров речка, и везде вот такая листва, и она падает в воду. Это просто тонны, тонны листвы тащит ее. Почему много грязи, и ловсяк, но мы попали в такой момент, листвы еще пока нет совсем. Вообще, это вообще совсем нет. Совсем нет, ее просто совсем нет. Четко, четко, это вот мелочи, мелочи. Вот Володька убрался здесь, смотрите, что он тут, я ему говорю, тормозил, он уже все, уже ничего, этот, лэп пошел, вот. Это все сожгем, чтобы понимали. Мы безопасность, мы прежде тут за безопасностью. Ну, не знаю, почему тут ребята стояли, видно, кто-то заморочился со столиком, а так как-то, ну, у нас что-то местные тут тоже смотрю, знаете, особо такого нету. Я когда-то ставил столики, вкапывал их, ребята, на постоянку. А приехал, и под столом просто костер. Они подожгли его, и все. Ну, я думаю, да нахрен надо, вот. Ложу сейчас просто и... Самый комфортный стол. Самый, мне кажется, больше не надо, даже 4 человека, здесь спокойно сидят. Конечно, конечно. И печка не будет мешать никому. Мы сидим у нас, вообще еще ничего нету, у нас все есть, и как будто ничего нет. Да, и еще место вообще в городе. Классно, ребятки, классно. Ладно, что, у нас первый день сегодня заезды. Любите лес, любите природу. Не вам ни одни заграничные курорты такого не везут эмоции, как дадут эмоции на реке. Да, это точно, точно. Ладно, что, будем сейчас что? Древишки, древишки. Непосредственно дровами заниматься. Дров очень много надо будет. И на костер, и на постоянке. Это классика жанра по налиму. Сами знаете, без костра это вообще не те эмоции. Понятно, что можно готовить и на плите, но костер должен быть. И на палатку. Все, погнали. Так, братцы, у нас сушенка вот есть. Надо как-то забрать, да, Вова у тебя? Вот как вот мы ее заберем? Вот эту можно с корня забрать топором, выдернуть. Потихоньку, иди, да, руку подержите. Смотри, не бахнет, аккуратно. Ее забирай сюда, братан, вытаскивай. Аккуратно. Во, пошел, пошел, пошел. Ее забирай. Ага, четко. Четко, четко. О, братан, аккуратно, я стягу, аккуратно. Тайге самое главное, аккуратность родной. Здесь минимальная рана. Может, может, да. Это все пилой сделаем. Вытаскиваю ее туда, в палатку. О, я забрал. Блин, и воду тоже уродить ее неохота, на емое. Камаз, братан. Камаз. Главное, что, в воде палатки, да? Да, вот уже дома. Корень потом с полой. Это на утро, на следующий день. Он три дня будет гореть, братан. А его уже так, чуть это. Там самое жила, да. Не, не, она будет. Это на нем колоть будем. Чурбаня. Нормально. Т staff. Т BooMan. Оставляю формира. Три дня. Три дня. Три дня. Ра! Три дня. Добрали. 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 Так захочет, по-любому. Девочка взял, да, по сучку британ взял. Переверни, переверни. Теперь он не пойдет. Вот так вдоль. О, пошла. Красава. Все. Парнишка, что, ребят? Сибири, что? Поздравляем, дружит. Все нормально. Попилил, попилил, расколол. Все хорошо. Так, что, забрали здесь вот эту? Блин, солнце пошло. Аж тепло, да, братик? Ну, жарко стало, да. Там корневища на костер. И вот этот корень сейчас заберем еще. С водки притачим. На палатку мы тут забрали. Не отходя от кассы, так скажем. Завтра, возможно, вот эту березу заберем. Видите, неудобно. Большой склон. И вот эту макушку даже уронили. Получается, отчего. А оттуда не достать никак. Бобровые тут, кстати, хаты. Но норы провалились уже оба. Эти березы еще держатся, цветут еще. Ну, еще год, максимум два. И вот так же они лягут сюда, вот в краю. Не знаешь, для дома-то я по-своински калю, допустим, да? Ну, ты должен так отходить. О, хорошая драла, сухие. Вот. То, что нужно. Где-то поменьше, где-то крупная остается. Одну оставляй. Знаешь, ночью проснулся. Проще одну большую мало закинуть, понял? И быстрее. Да, я пускаю печку на южку, и все нормально. Ночь холодная будет. Потому что, ребят, смотрите, я разъяснила. Ночь будет градуса три. Утром заморозок будет. Сто процентов. Ну, Володька вон тут раскалывает что-то. Ну, что нас напугает что-ли? В заморозке? О, огонь. Ну, как бы не первый раз это делаю, блядь. Для дома, блядь, для всего. Видишь, опять я в сам сучечек попался. А это сейчас пойдет. Пойдет. Эту мы не хочет она. Ну, ладно. Мы же можем ее добыть. Вот так, да? Конечно. А как? Отлично. Дрова. Дровяные. Вот, брат. Фух. Сейчас там еще немножко их завязан. Хватит нам. Коренек там еще пильнем. Потом его ставим раком и все. Он гореть будет. Не перегореть. Как потопаешь, так и полопаешь. Да. Как потопаешь, так и полопаешь. Ну, как-то так. Такая есть подговорка. На палатку сделали. Сюда перетаскали. Тяжелое, конечно. С обрыва, чтобы вы понимали. Надо поднять. А потом спустить. Попробуйте дерево над водой висящее. Поднять. Да. У нас нелегкая. Как коренек. Притащили. Потом как разожгем его туда. Бах. И будет он работать вообще сутки. Да. Как потопаешь, так и полопаешь. Да. Как-то так. Да. Каждый день придется будет дрова заготавливать. Поэтому кто скажет, что за дровами ходить легко. Зашел в сарай, взял дрова и печку рожал. Все там делал. Спичку чиркнул. Вы дрова сначала домой привезите. Ну да. Типа такого. Так и есть. Ладно. Классно. Заваться не будем. Так чисто. Немножко вплотнули. Немножко вплотнули. Нормально. У нас отлично. Мы не устали. Мы просто вспотели. Вспотели. Все. Ну надо. Мы еще камаз заготовим. Без проблем. Классно. Ну все. Я думаю. Слышишь. Можно заняться обедом. Я думаю, что да. Думаю. Основная часть мы сделаем. Клиссер пока палить не будем. Да. Зачем. Пока светло. Да. Растопим на часиков 6-7. Да. Пускай шарик маленький небольшой. А потом под вечер большой. Да. Ну все. Классно. Все. Давайте на супу пойдем. Наконец-то же что-то уже. Суп какой-нибудь. Да. Жидкого надо похлебать. Да. Погибать. Да. Сегодня с Володей хотим просто супа. Ребята. Просто супа. Володя как обычно в наряде. Ну же как это. А дух. Дедушка заставляет. Он не споришь. Через полгода я свой. Затя Володя в армии был? Я вот что-то не спросил у тебя. В армахе был? Да. В своей. Своеобразный. Ну я понял все. Ну я тоже там немножко там был в наряде. В пару нарядов заступал. Да. Потом сказали. Нет я здесь сделал нечего. Иди домой. Я понял все. Без тебя картошку почистили. Ну ладно. Городный защищай. Если надо призовем тебя. Я понял. В общем зажажечку ребята как обычно я сделаю. Ну люблю я не знаю. Так просто это некрасиво как будто знаете покидать все. Зажажечка должна быть зажечки. Тоже в простом супе который у нас сегодня будет. У нас будет картошка. Лук. Ну зажарка. Пачковый. Гороховый. И баночка тушенки. Ова. Ни реклама. Ничего. Вчера просто набрали и вот все. Сейчас это все зажариваю. Все свежее ребята. Надо зажаривать хорошо. Потому что все свежее. Даже картошка. Если взять ее зимой. Она варится 15 минут. Сейчас она варится намного больше. Потому что все свежее. Соответственно сейчас все порубаем. Кинем. В руки кинем туда туда сюда. И все нормально. Я могу даже больше сказать. Пока вы. Наши. Андрея. Точнее подписчики. Пока вы пойдете в микроволновку разогревать себе ужин. Обед у кого по региону. Либо завтрак. Мы уже будем хлебать суп. Ну да. Да. Так что давайте. Готовьтесь пока. Ну да. С нами да. Да. А потом. Сколько нам картошин надо? Четыре штуки брата. Давай еще одну. Такую же. Такую же делаем. И все. И четенько. Помоешь я тут порубаю ее. А так в принципе все заводим маркас. Раз. И маслицо брата. Выдели еще мне потом. Ладно. Раз. 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 Сливочное это потом. Под налима. Ой-ой-ой-ой. Я его съем. Я его съем навсегда. А Володьке тоже охота показать. Накормлю его налимом. Алена Сергеевна за лузу спасибо. Блин. Я так крючки не вижу. Как ты пакеты вяжешь. Блин. Вот только на выброс. Я не знаю. Я своими культяпками даже не могу развязать. Я развяжу. Мамка прям вяжет так вяжет маски. Короче. Воду с реки естественно ребята. Многие спрашивают Андрюха что как пьете. Когда с дочкой езжу я беру пятишку да. Магазинный. Ну потому что это ребенок. А когда вот так мы уже взрослые. У нас уже пищевод настроен. В общем мы берем с реки. У нас в принципе никаких заводов. Никаких там промышленных таких мероприятий нету. Вода более менее чисто. Понятно что она. Она прозрачная абсолютно. Что она цветет. А цвела точнее сейчас. Ну к осени она успокаиваться и очень чисто. Я прям. Я очень пью прям. Вообще нахлебоваюсь. Отлично. Давай обратно ставь. Ну и картофель туда конечно естественно. Делаем аккуратно. Да. И прям до того газика. господин. Господин. Ну все братцы. Супчик у нас готов. Давай равно накладывай. Ну что там просто картошка тушенка. Что сам знаешь. Никаких заморочек. Ну жиденького надо прям. Вообще класс. Похлебать. Гороховый суп ребята. Музыкальный сегодня у нас. Под майонезик. Под хлебушек черный. Пойдет зайдет. Приехали. Была удача. Мне так нравилось что было тихо спокойно. Ну пусть серо. А сейчас прям. Тихо спокойно. Но синий. Как раз вот этот пейзаж вот этот. Блин. Он вообще привлекает. Это все зеленое стоит. Оно. Это один вид. А когда говорю ты прям на каждом дереве свои краски видишь. Ну еще листопада нету. Да. Скоро листопад начнется. Тоже прикольно. Эти листики. Ну а потом что понимал что это все голо будет. Это все будет голо. Да. Это все будет голо. Ну я короче застал самую самую вот эту пару. И попал еще. Ну да бабе лето да. Ты вот как будто приехал. Золотая осень. Да. Она вот так и называется. Хлебушек. Хлебушек. Вот. Ну ты сам Бог велел. Тут даже вообще вопросов нет. Можно про хлеб забыть. Но это нельзя остановить. 17 часов ребята. Сейчас вот покушаем и начнем как раз все заряжать. По налиму. По налиму, по доночкам. Дрова все готовы. Печки, шмешки. Все у нас готово. Начнет темненько. Стерок запалим здесь. Потом в 12 часов где-то ночью где-то печку затопим. Вот. Ну вот понятно сейчас супчиком покушаем. Потом уж это такое. Ничего не такого. Кайфово замутим какую-нибудь штучку. У нас есть рыба, уже есть рыба. У нас тогда есть рыба. Я вам ничего не говорю. Ребята, я там шел получается. И заброшенную сетку нашел. Местные там ставят. Вся в тени. Везде там куча была. Не показывал. Потому что спешил к Володе. Потому что знал что ждет. Я ее на выброс. Не знаю. На обратном пути может покажу. Собрал ее и там два окушка было живых. Я вот их забрал. Мы уже садов забросили их. Друзья, за вас. Да? Давай, родная. Давай за вас. Давай за вас. Давай за вас. Сейчас мы в лесу. Очень шикарно. Шикарно. Погода. Вот. Мы два дня, Андрей, пробыли у тебя дома. И в лес ходили. Да. И в баньки помылись. И грибочков приготовили. Погода была просто хмурая. Потому что мы были под крышей. Ну да. Возможно. Выехали на Регу. Погода сказала. Я вас приветствую. Смотри. Вообще просто, да? Рождественное. Абсолютно голубое небо. Вообще Рождественное. Мы еще два часа назад только видели кусочки голубые. Вот чуть-чуть где-то там небо. А сейчас это просто... Давай за природу. За природу. Спасибо тебе природу. Мы верны. Мы всегда за собой ставим порядок. Мы никогда не оставим ни одного фантика. Ни одной бутылочки. Ни одной пакетика. Мы сожгем. Что не сожгем, мы ведем с собой. Конечно, конечно. Все заряжаем, ребята. И каждый по-разному, извините. Каждый по-разному. Хочешь одинаково? Нет, каждый по-разному. Я вот позвончил. Ставлю обычно назад. Такие по-разному. Ну, тут рядом, чтобы более-менее слышно было. Хочешь одинаковых вам. А, пойдем за улицу. сэ-сэ-сэ-сэ-сэ-сэ-сэ-сэ-сэ-сэ-сэ-сэ-сэ-сэ-сэ-сэ-сэ-сэ-theto-сэ-lisэ-? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Давайте так попробуем. Это около 25 метров получается. Как попадем. Вот как дровишки там конетелит на костер. Поужинали хорошо. Начинаем раскидываться. Колокольчик. Обязательно выматываю, ребят. Потому что, ну как с катушки, чтобы выходило. Все, погнали. Сейчас, кстати, ворокционный укунь, укунь сильно активничает. Соответственно, сейчас может с вечера укунь не попадутся. Так пока, по три. Ну, налима, понятно, пучок, ребята, нужен. Он был на цевьё. Вот так вот. Вообще, все равно какой. Чуть маленький, большой. Вот как-то так пока на пробу. Первый заброс, ребята. Все вот эти веточки надо убрать сразу. Изначально. По месту. Ну, здесь ямка. Здесь, в принципе, и налим. Вот, все нормально. Ну, вот вторая доночка. Где-то так, где-то подальше, где-то поближе. Посмотрим. Что нет? Нету, здесь крутит. Посмотрим. Раз. Отлично. Офка, что-то слабенько подсунул. Ну, как-то так, ребята. По тихой грусти. Полетели. Раз. Недалёкенько. Все. Дома. Слава. Отлично. Пойдет. Сейчас его подключение поднатянет. Ну, можно же всегда. Нет, ничего не надо будет. Сейчас поднатянет. Подожди. Тут тяги сейчас небольшая. Здесь у нас место такое. Налим не любит течение. Большей степени тихо-водка. Ямка. Да. Стоим. Карауливаем добычу. Все. Нормально. Все отлично. Поднатянуло. Все хорошо. В ямку упал, то есть, если... Готово. Готово. Кота Вася. Мы все расставились, ребятки. 10 долок и... 4. 4 закидушки. Там такой закат бешеный, ребята. И туман еще прет. Река еще остывает. Не должно быть так. Здесь в сентябре-то месяц. Соответственно, возможно, на лимте еще не проснулся. Река должна остыть полностью. Стоп, стоп, стоп. Чтоб он начал клювать. Ладно. Темнею тоже. Фонарики достаю. Да что? Потихоньку, помаленьку. Так. Раз. Так, это у меня... Это Pro Max. Это брат. Мощный. На стол берем... Ромотека. Фактически... Так. Закрутить надо, ребята. Обязательно смотреть вдаль. Где-то там на том берегу Волки будут выйти. Ну, я беру. Получается. Виза. Ц2 Pro Max. Нет. Что я беру-то? Запутался в фонариках этих. Я беру с у брата. Вот этого, да. Виза Pro. Ц2 Pro. Вот так вот. Отлично. Ну и получается пору банки и нашу подвеску. Отлично. Отлично. Ровы с углубит. Изолента. Нужно. Не стекло. Не стекло, блин. Тянешь так. Все. Так, ножик. Все, доклеивай. Аккуратно. Все, доклеивай. Ну, такая небольшая люстра у нас будет, ребят. Ну, пойдем. Да, хватит давно. Все видно. Все видно. Отлично. Ну, вот, друзья. Вроде как-то быстро-быстро. Ну, а потемнело тоже махом. Сейчас, скажем, днем будет все темнеть и темнеть быстрее. Семь часов уже темно получается. На дворе у нас 11-12. 12 сентября. Разрываем суп. Там пару обрывов у нас было. Расходники тоже, ребят, нужно. А мне вот так поехало. Там с детьми крючками тоже не пойдет. Так что сейчас пару поводков. Пару поводков, ребятки, новых. На замену и уже на проверку уже получатся заброски к Налиму. Это сейчас так. Старт был. Но мы уже как бы подзанавеста не забрасывались. Сейчас еще являешься. Вся рыба может клювать. Сейчас окунь тут тоже, кстати, двигается. Володь Косе разводит. В общем, как-то так. Вот такая Налима рыбалка. Она своеобразная, интересная. Нам надо поймать Налима первого, ребят, у Володьки. Он приехал все-таки посмотреть, как вообще Налима ловит. Ну, у нас в краях. Понятно где-то, что его по-другому ловят. Лишневые донки, ребят, классика у меня. Елец, братан. Елец. У вас, кстати, на Енисей тоже такая. Есть, и лес. Есть у нас, да. Псороги, и лес есть. Они похожи. Там глазки, там плавнички цветовым разные. Не знаю, нас же забудем, брат? Будем. Да будем. А что нет на живца? Что надо было за ведром сходить, наверное? Берем, да? Конечно. А что на живца пойдет? На продольник. В садок можно кинуть. Сходишь? Схожу? Забросишь? Конечно, в садок можно. В садочке. Все, я пошел. Ты вернай, ты едай. Ты даже по свету. Ну, вот что, ельчики еле скатываются, ребята. Тоже у нас такая тема. Под вечер. Елец может бахнуть. Ну, все-таки мы на лима ждем. А завтра. Почему берем жуса? Потому что щуку продольник буду ставить. Раз. Полетели. Вторая закидуха, ребята. Йорш. Любой Йорш. Кто-то скажет, оставьте, оставь на налима, Андрюха. Пятая, десятая, ребята. Ну, у нас разведка, потому что еще лечь не отошел. Соответственно, она будет в своей черве. Почему бы отхожу вот так подбивая? По осени бывает, что вода попадает и колокольчик замерзает. Это уже привычка, да, да. Это уже даже и летом ты это делаешь. Вот у нас первый... А, на потепил. Ну, на зацепе стоит какая-то эта. Слушай, ну, в принципе, нормально. Мне радует то, что грязи особо нету. Да, нефти нету. Практически нету, да. Там еще, видишь, Йорш. Зараза. Йорш, зараза. Кстати, на Енисею, возможно... У нас есть Йорш. Не, на Енисею, как раз вот на Ерша, на Лима рыбачат. Ага. Как живца. Ну, а мы тоже раньше на Лима использовали не... Даже для щуки у меня дед, я помню. И даже с него, ну, если крупный Йорш, ну, бывает, Ерши же, блядь, и вот такие, блядь. И они использовали их, даже, ну, укусник варили, блядь. Что, блядь. Ну, в деревне же все используется, блядь. Там же ни одна рыба не пропадает, блядь. Одного шмак, другого. Надо сегодня поймать. Питок и нормально. Пока еще, конечно, звоночка мы не слышали, но мы надеемся. Так, ну что, все, перезабросили. Четырнадцать донок с Володей, да, обработали. Зацеп нам поводок надо поменять. Ну, и, в принципе, все нормально. Куча Йоршей вообще, куча. Штук пять, да, Володь, да? Шесть. Пять, где шесть уже было. Йоршей и вот елесть, и ельч. Через одну, блядь, ёж, ёж. Вот. Ну, в принципе, восемь часов, ребят, только начинаем. Вот сейчас капитально живем, звоночка, капитально. Сейчас даже вот Володе говорю, слушай, братан, звоночек первый твой, будешь доставать. Похолодало, похолодало капитально. Так что сейчас пододеваться, наверное, да. Пододеваться будем, да, и кассирочек поступим. Нормально. Да, похолодало, похолодало. Немножко решили палатку сразу растопить, потому что у нас вот земля еще важноватенькая. Сейчас мы с Володькой тут затопим, чтобы у нас грелось все. Девять, начало десятого. Молчит пока, зараза. Вон, конденсат уже смотрю. Тоже нехорошо. Бушлаты надо надевать. Утром, блин, днем раздевались до футболки, а ночью вот бушлат одеваем. Вот такая погода. Помельчу, да, сейчас возьму. Аккуратно сложили? Не, нормально. Утром, блядь. Роман. Пойдет. Пойдет. Человек-то, давай. Тычка? Нет. Как будет смотреть, тут тоже смотри. Открытая южка, братан, и что дырочки, не просто так. Так что гасишь, можешь полностью загасить. Шо-выклее. Да, да. Нам пока сейчас разберутся. Вот так. Посмотри. Пусть там, спрятались. Голубой дым. Да елка, да, голубой дым, блядь. Дает. Полдесятого. Красота у нас. Похолодало, да, братское сердце? Похолодало, я курицу подарил. Так вообще, вот капитально. И смотри, еще, братан, видишь, вода остывает. Угу. Вода еще остывает. Не должно быть такого паналиму. Вода еще не остыла. Она вот, видите, ребята, сейчас у нас где-то, получается, 5 градусов. А вода, кстати, теплая вода. А вода где-то градусов 12. И вода, смотри, еще упала. Градусов 12. Вода упала, Андрюх. Соответственно, вода еще остывает. Это не должно быть так. Это вот, ну, июльская тема, августская. Что вода остывает паналиму, когда вот выдвигаешься. Ну, просто брак должен быть. Капитальный брак. В этом году бы все по-другому. Смотри, какая красота, братан. Да. Наблюдаешь? Сейчас, сейчас турборежим бахну. Смотри, что происходит. Охренеть. Ты видишь, братан? Да. Не знаю, ребята, видите, не видите, видите, как вода остывает. Это вот вода остывает. Я больше скажу, я посуду мыл, даже рука не мерзнет. Вода теплая. Смотри, что происходит. Мне кажется, рановато еще получается. Или что? Но мы еще звоночка не видели, хотя вот, ну, время, сейчас самый пик. Вода упала. Вода упала. Да, да, она все. Она все падает, 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 падает. Конечно, это, ну, как сказать, эффект такой, что, смотри, можно понять, есть ли у нас ветер или нет. Ветер нет. Пар, он просто идет с трубой. С воды, да, с водой идет. Его даже не сносит. Вот такая изморозь. Мне кажется, можно еще на фидер леща ловить спокойно еще. Сейчас самый, походу, пик. Блин, ну да, печаль да беда. Что я скажу. Ну, это просто вот такие вот первые моменты, то, что, смотрите, вот по всей реке. Вода реально еще остывает, она градусов в 12. Получается, у нас воздух сейчас холоднее, чем вода. Это плохо. Вода должна остыть капитально, чтобы налил начал шевелиться. Ну, ладно. Мы на проверку, что, со мной у конца, вперед, посмотрим. Присовчик. Пойдем елец, ребята. Елец. Ну, будем забирать. Садок заперем, нажим садок. Конечно, нажим садок. Хороший. Ты разберешься, да? Да, конечно. Все, я ушел. Пойдет нажим садок. На лимчик, братан, или кто-то есть? Мне кажется, на лимчик в яме, да. Ну, третья. Я же говорил, она будет работать. Я сразу сказал. Трава, блядь. Нет, там на лимчик в яме. На лимчик? Да. Вот он. Никодим. Ой, блядь. Еще и пятницкий, братан. Козырный. Да? Твой. Ой, ой, привет, дорогой. Видишь, у него какое-то пятно на спине черное? Ага. Портовый. Давай. Эй. Доставай, отпускай. Отпускай? Конечно. Малыш, да? Да, малыш. Тихо, 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 тихо. Прижми, прижми, жестко прижми. Он склизкий, ты так его не удержишь. Жестко прижми. Вот так жестко, да. Все, погуби. Работай. Видишь, сламика сидит. Отлично. Все. Давай. Давай тебе поцелую. Вот он, северный, братан. Видишь? Кресиные глазки. Как песок, да, братан? Да. Он так и лежит над ней. Привет, прости, я тебя отпускаю. Спасибо, привет, Лоза красивый. Вообще, я правда, первый раз в жизни его держу. Ну, в сознательном возрасте. Все, давай, Репортаж. Сейчас пойдет, пойдет красиво. Видишь, пополз. Все. Пятнишка. Ну что, братан, подержал? Подержал. Глаза какие-нибудь красивые. Просто, честно. Прям вот, глаза голубые, вот. Прям синие, не голубые, прям синие. Ну вот, ну типа такого. Но он только нам надо грамм 700, братан, поймать. Ну это совсем, да, еще ребятюшка? У меня, конечно, ребятюшка. Они еще сбоку сидят, и это таких-то, братан, просто отпускать. Они вырастают больших размеров, так что таких рыбу надо отпускать. Тем более у нас. Нет, это понятно, да. Я тоже у себя, когда щечку поймаю... Ну вот я в ямку, видишь, подходил, смотри. Я сказал, 3-4 донки. Я на них надеюсь. Я говорю, да, это будет работать третья. Да, да, все. Она сработала? Четко, четко. Ну ладно, хорошо. Ладно, пойдет. Эмоции прямо есть, да. Я прям поцеловал его, увидел, отпустил. Это прямо вот. Поверьте, кто вот... Идите в магазин, там, целуйте в морозилках. А попробуйте его здесь, взять. Смотрите, когда он смотрит на тебя, он прямо глазами тебе говорит, что дай, я думаю, пойду к маме. Говорит, я бабушку позову. Ну да. Пускай бабушек зовет, да, на разборке. Мы с ними потом поговорим по-другому. В котелке. Туман, смотри, какой, Володь. Вообще. Просто не видно, ребят. Даже вот здесь он перед глазами стоит. Да, он просто вот такой мощный, вообще жестко. Два часа ночи, ребята. Не клюет на лим, зараза. Решили так прогуляться, посмотреть. Сейчас перекинемся, что, что, почем. Наверное, у нас был уже. Я не клюет Володь, он не клюет. Завтра будем думать, что-нибудь. План Б какой-нибудь. Все, он сейчас должен качать, понимаешь. Жиг-жиг-жиг-жиг. Если где-то попался. Но пока вон, тихо все. Туманище вообще страшно. Все сырое, блин. Капиталь нам, блин. О, какая-то там звенит. Какая-то звенит. Там звенит, да там. О, там звенит, хорошо. Пойдем. Да, Володь, бери. Бери, 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 бери. Все, все, вымотывай сразу, вымотывай. Здесь налим, налим по-любому должен быть. Ничего так, как будто пусто идет. Противления никакого. Вымотывай, нормально. Но на звене волосы уж хорошо. Ну, может, лезть еще будет. По идее, непонятно. Там зацепа у нас капитальный. Причем. Все, отойди, что-то отойди. Леску вымотываю больше, да, вот так. Но на звене волосы уж и хорошо. Вон идет налим. Более-менее уже такого вот. Вот это вот заберем. Заберем, да? Да, под жабры, как тебе говорил, сразу. И вот видишь, что, бля, надо сунуть сюда пальцы, блядь. Ну, конечно. Ну, вот. Налимчик. Налимчик. Ну, конечно, не крупный. Ну, там, в заглоте. Я тебе говорил, что с этим расчетом такой момент. Ну, это же, не знаю, я пальцами не чувствую, блядь. Сейчас застану. Нормально. Зубиками за чувствуется, его все равно. Ну, там есть это наждачка. Ну, да, 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 да. Я прям пальцем сейчас пачусь. Ну, я крючок не это. Ну, я видел, что суткачала, да. Ну, такой-то уже это. Ну, да. А, ладно, что, татьяна, будешь целовать. Налимку. Ну, заберем. Худой, смотри, братан. Вообще худющий, блядь. Не ел ничего, блядь, да? Вообще. Они еще ничего-то не проснулись, нифига. Бродяги-то наши. Ладно. Ладно. Пойдет. За ним я приехал. Пойдет. За 4000 прошел за ним. Пойдет, пойдет. Ну, это да, это из моего детства. Я почему-то помню. В общем, ребятки, что у нас пол третьего ночи или утра уже, как получатся. Володьки-то вообще уже там в утро. Уже супруга на работе проснулась. Два налимчика, ребят, в общем, ну, он неактивный. Даже мелкого налима нету. Короче, не знаю, что будет дальше. Завтра минога, продольник, и посмотрим. Будем надеяться так, что. Но на червя, в общем, никак. Все будет сейчас. Расти ушки, погелушки. И, ну, завтра немножко поспим. Потому что все равно, как Володя, уже как бы у меня дома, по идее, два дня. Но мы тоже то за грибами, там, в 6 утра скакиваем, то что-то еще, то на сборах, что-то и... Сна такого, знаете, а отдыха-то особо и не было. Сразу спокойно довести спин, смело прям вообще. Завтрак. Посмотрим. Все ставим на зарядку. Вот-ка, телефон ставь. Самое главное, да, я поставлю. Самое главное, мы... Что я хотел поймать, мы уже поймали. Ну, да, он поймал, да, он одного раз салового отпустил, одного раз салового и в садок закинул. Ну, так что жареный налим будет, братан, по-любому. Все, все, все. Поэтому у меня... Я мне даже... Мне дальше... Но это понятно, это понятно, конечно. Я вот его в руках подержал, понимаешь, я его почувствовал, подержал. Причем этот уже такой более приличный, да. Ну, налимчик, да. Ну, тот-то вообще синий глазик так на меня посмотрел, я прям его поцеловал и говорю, иди за бабушкой. А вот бабушку не привел, он старшего брата. Ну, ничего, мы не поленились, мы прошли, все донки зарядили по шматочку, 5-10-е, так что не знаю, все. Все у нас будет. Отдыхать будем, нормально. Все, на сегодня отбой. Да, на сегодня отбой. Давайте, братцы, давайте, до завтра. Все. Завтра в любой день будет пищи, как говорится. Не будем спешить, ничего, не телится. Печка топится, дровюшки есть у нас, хорошо. Все, отбой. До завтра. Продолжение следует... Продолжение следует...